На дворе лето, а уроки продолжаются. Школа жилищного просвещения при администрации Кировска открыла новый цикл, третий по счету. Как и прежде, каждый четверг на вопросы граждан отвечают опытные специалисты. На очередном уроке побывала Юлия Астахова. Место встречи неизменно. Актовый зал администрации. Время тоже. Шесть часов вечера. Еженедельные уроки для тех, кто хочет лучше разбираться в коммунальных дебрях, возобновились. А что особенно волнует горожан в сфере ЖКХ? Почему они пришли на занятия? Мы пришли действительно коммунальную грамотность свою повысить немножко. Потому что очень много вопросов к компаниям. Особенно к теплу. Вот это и вот, это ГК. И вот я надеюсь найти здесь ответы. Я представитель собственников жилья. По улице Ленинградская, 21. Ну вот, например, мы хотим сделать детскую площадку за счет жильцов. Но управляющая компания и не идет навстречу. Хотя это придомовая территория. Но они говорят, что надо делать неживание территории. Детская площадка нас, конечно, очень волнует. Потом с третьего по шестой подъезд у нас очень маленький напор холодной воды. Управляющая компания тоже отказывается поменять подводы. Каждый урок начинается с повторения. Затем новая тема. Сегодня два спикера. Расскажут, как установить факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества. И обсудят вопросы по договору управления многоквартирным домом. Поднимите руки. Кто в вашу квартиру из представителей управляющей компании приходил и проверял общее имущество. Те же радиаторы, их состояние, как они работают. Я так представляю, что... Я бы тоже подняла руку. Не дошли до нас они. Будем надеяться, что до других собственников дошли. Тема уроков выбрана не случайно. Исходя из обращений граждан в органы местного самоуправления и в государственную жилинспекцию. Акцент на конструктивный разговор с поставщиками коммунальных услуг. Мы людей учим в основном правильно общаться с их управляющими организациями. На что обращать внимание. Ну и призываем, конечно, в первую очередь к диалогу. Потому что, как показывает практика, ничего нет лучше, кроме как грамотно выстроенного диалога между управляющими организациями и жителями. Жители записывают ценную информацию в блокноты, фиксируют ответы на телефон. Активно участвуют в обсуждении. Я забыла, окна в подъезде входят. Окна в подъезде входят в состав общего имущества. Мы платим за это, что ремонт и содержание жилья. Да. Школа жилищного просвещения будет работать весь июнь по четвергам. С 6 до 8 часов вечера. Приходите. Один из следующих уроков специалисты посвятят вопросам тарифного регулирования. Продолжение следует.